Однажды в эпоху ранних гонений церкви к судье привели одного молодого человека, скромного, и он заявил судье, что он не отступится и не поколеблется в своей вере, так как он убежден, что так как он был верен Богу, то Бог будет верен и ему. А ты и вправду думаешь, что такие, как ты, вы и вправду взойдут к Богу и к его славе, задал ему вопрос судья. Я не думаю, ответил этот молодой человек, я это знаю. То есть этот молодой человек, он твердо заявил о том, во что он верит. В нашей церкви за последнее время появилось так много новых людей, так много новых христиан, так много людей, которым просто необходимо разобраться в основаниях веры, что же есть такое вера. И я думаю, что послание к евреям, эта книга, конкретно 11 глава, она нам поможет в этом немножко разобраться. Мы сможем взять для себя несколько примеров, каких-то уроков для жизни, подчеркнуть из 11 главы послания к евреям. Забегая наперед, я скажу, что мы планируем, если Господь позволит, провести серию проповедей именно по 11 главе послания к евреям, именно о героях веры, которые в ней описаны. 11 глава послания к евреям, она очень важна в жизни верующих людей. Мы знаем, что мы спасены все по вере, и это, знаете, является такими фундаментальными вещами. Мы все это понимаем, мы все это знаем. И Библия нам говорит в послании к евреям в 10 главе, в 38 стихе, что праведной верою жив будет, первая половина стиха, праведной верою жив будет. То есть это есть такое фундаментальное учение Писания, и многие авторы Нового Завета, они использовали, потому что это место Писания, потому что на самом деле оно является очень важным. Мы всегда, когда говорим о спасении, всегда, когда говорим о Евангелии, мы говорим слово вера. И у нас возникает вопрос, а что же такое вера? Как на самом деле понимать веру? И рассматривая 11 главу послания к евреям, мы будем пытаться разобраться с вами в этом вопросе. Некоторые верующие могут неправильно понимать саму сущность веры. Они говорят о какой-то силе веры, то есть о вере, которая на самом деле не существует. То есть они пытаются сами своими силами придать вере силу, но на самом деле они говорят о беспомощной вере. Такие люди говорят о силе веры, как будто у нас своими силами есть возможность створить свое будущее, как будто у нас есть особая какая-то возможность создавать свой мир или менять этот мир, буквально определять и управлять своим будущим. И мы частично, зачастую думаем, что мы можем использовать свою веру как силу, чтобы определить наше будущее. Мы думаем, что своей силой веры способны менять характер людей. Мы думаем, что своей силой веры мы способны изменить свое экономическое положение. Мы думаем, что мы своей силой веры можем человека от бедности привести к богатству, неудачников сделать успешными, но это немножко не так. Вера — это не сила, которая помогает нам творить свое будущее. Вера — это данная Богом способность довериться тому будущему, которому для нас приготовил и Господь. Давайте еще раз. Вера — это не сила, которая помогает нам творить свое будущее. Вера — это данная Богом способность довериться тому будущему, которое Бог нам обещал. И это разные вещи, скажем так. Бывает, заканчивается служение, мы прощаемся с братьями, братья пожимают друг другу руку и говорят, ну все, давай, удачи. Хочется всегда сказать, ну я не верю в удачу, я верю в Божьи обетования, записанные в Его Слове. И для нас, как для верующих, будет не сильно мудро, не сильно умно, знаете, своей силой пытаться планировать свое будущее. Гораздо вернее это оставить в руках того, кто полюбил меня совершенной любовью. Оставить в руках того, кто приготовил мне будущее полного смысла. Смысла полноты и удовлетворения и вечных благословений. И мы с вами, когда говорим о вере, мы говорим с вами не о ложной вере, которая, как нам предполагается, может творить наше будущее. Мы именно говорим об истинной вере, которая может нас производить в твердое упование в то будущее, которое нам обещал Господь в Своем Слове, в Библии. И это будущее, оно вот здесь вот записано, в этой книге. То есть, когда мы говорим о вере, мы имеем в виду веру в то, что сказал Бог, в то, что пообещал нам Бог, не в наши какие-то иллюзии, то, что Бог вообще для нас не запланировал. Мы для себя можем захотеть запланировать, что у нас у каждого будет электромобиль, мы можем в это верить, но когда это не произойдет, мы разочаруемся. Почему? Потому что Бог совсем не это планировал для нас, Он по-другому запланировал для нас. И если мы рассматриваем 11 главу послания к евреям, всех тех людей, которые жили верою, а таких людей было много, если вы читали 11 главу послания к евреям, то с человеческой точки зрения, возможно, у этих всех героев, у них тоже, знаете, ну, возможно, у них был выбор, и они сами бы своей силой смогли определить свою жизнь и свою историю по-другому. По-другому, потому что каждая из историй всех этих героев веры, описанной в 11 главе, ну, знаете, их жизнь была наполнена трудностями и сложностями. Так было с Авраамом, так было с Моисеем, так было с многими героями, описанной в 11 главе. Мы можем даже взять первого героя, описанного в 11 главе, это Авель, 11 глава, 4 стих, написано, «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». То есть верою Авель. Нельзя, знаете, утверждать, что если бы Авель сам задумал свое будущее, то он запланировал бы для себя умереть от руки брата. Ну, нет. И когда мы смотрим на всех героев в 11 главе и на кульминацию их жизни с человеческой точки зрения, то, возможно, они бы сами могли спланировать, захотеть и поменять свою жизнь, чтобы было все по-другому, не так, как запланировал для них Бог. И проводя, если вот так вот краткий обзор по всей книге, по всему посланию к евреям, то мы видим, что читатели этой книги, то, к кому была обращена эта книга, им было необходимо понять, что такое вера. Они испытывали необходимости в этом понимании. Очевидно, что большая часть читателей этого послания написана для евреев, они были верующими. Они осознали, что такое вера. Они осознали, что им надо продолжать жить по вере. И эта вера, она основана на Евангелии, именно на личности, которая является сердцем Евангелия, на Господе нашем, на Иисусе Христе. И я вам скажу, что для евреев это было чем-то новым. Почему? Ну, те евреи, те ребенок рождался, да, мальчик, он с детства учил Тору, он знал, что он живет, ему надо соблюдать заповеди, соблюдать различные законы. И, то есть, когда появился Иисус, для них многих стал вопрос веры, он стал непонятен. Так же самое, наверное, для многих присутствующих здесь в зале. Мы все с вами как бы родились и прожили в православной стране. Да, наша страна, она была покрыта вся православием, и мы привыкли, что церковь должна быть, это значит блестящие купола, батюшка с Христом, иконки, свечки, и приходя сюда сегодня, когда мы не видим свечек и крестов, мы не понимаем, что-то здесь не то. Вроде бы ненастоящая какая-то церковь. Вот то же самое было и с евреями. Для них этот вопрос веры, он стал для них непонятен. Они впервые осознали, что их отношения с Богом, евреев, они не зависят от жертвоприношения, они не зависят от исполнения каких-то там обрядов, ритуалов, а основываются на вере. И это было для них чем-то новым. И для того, чтобы вот это все закрепить, как раз и нужна была в послании к евреям именно 11 глава. Для того, чтобы, говоря словами апостола Павла, они не ослабели и держались в жизни вере, смотря на образы и примеры людей из прошлого, их героев, которые прожили свою жизнь в веру и получили свою славную награду. И основная тема книги «Послание к евреям», если брать первые 10 глав этого послания, что Христос, он несравненно превыше всего остального. Что Христос и его жертва, она на самом деле превосходнее жертв и всяких приношений из Ветхого Завета. Иисус был больше ангелов, Иисус был больше пророков, Иисус был больше Моисея, больше Иисуса Навина и так далее. И эта мысль, этот посыл, он актуален, друзья, сегодня для всех тех, кто до сих пор еще не принял Иисуса Христа в свое сердце. Иисус Христос, он превосходнее всего, дорогие братья и сестры. Также мы видим в послании, мы находим в самом послании, и даже в 11 главе мы видим множество предостережений. Эти предостережения, они обращены к неверующим евреям, в данном случае, может быть, и тем, кто еще не по-настоящему, не до конца уверовал, скажем так, к тем, которые были в той церкви, но, как говорится, знаете, сидели на галерке. Они, по всей видимости, разумом, они согласились с Евангелем, они понимали евангельскую истину своим умом. Вы тоже приходите, те, кто недавно ходит в церковь, вроде бы и правильные вещи говорят, да, проповедники, вроде бы и интересно, но все равно чего-то не хватает. Не хватает вот то, как должно быть, не хватает там свечек, каких-то иконок, да, вроде бы как церковь, но не настоящая. И тоже вот евреи, они соглашались умом, да, с Евангелем, они понимали, что Иисус что-то делает. Возможно, они видели чудеса Иисуса в своей жизни. Разумом они соглашались с этим всем, но по-настоящему они так и не уверили в Христа. И сегодня такие люди, возможно, есть и у нас в церкви, да, тоже, которые разумом соглашаются, что Бог есть, они это все понимают, но сердцем по-настоящему они далеки еще от Христа. И это, друзья, и есть, как бы, знаете, предостережение для всех нас сегодня. Предостережение сегодня звучит так. Уверуйте в Иисуса Христа, уверуйте всем сердцем по-настоящему, и это уже будет настоящая огромная перемена в вашей жизни. И последнее, друзья, что я хотел сказать. Послание все само несет идею, чтобы помочь евреям, которые с детства читали Туру, что соблюдая все законы, все предписания, все жертвоприношения, все то, что основывается на делах, оно, оказывается, не имеет никакого смысла. А только вера, вера в живого Бога, она приводит человека к спасению. Что как в Ветхом Завете люди получали шанс на спасение по вере, то тем более в Новом Завете по вере в Иисуса Христа и благодаря Его великой жертве люди сегодня имеют возможность получить спасение. И это для нас, для всех, такая, знаете, хорошая, вдохновляющая весть. Для всех тех, кто уже приняли Иисуса, всех тех, кто живет с Иисусом, мы можем этому радоваться, да, и такой тревожный звоночек для тех, кто только делает первые шаги. Ну, не сдерживайте себя, продолжайте укрепляться в Боге, продолжайте Его искать. Если вы чувствуете, что Бог производит в вас свою работу, что-то вас говорит, но что-то вас сдерживает, ну, не сдерживайтесь, выходите навстречу Господу, примите Иисуса Христа в свою жизнь, и пусть Он станет самым главным радостью в вашей жизни. Пусть Бог нас всех в этом благословит, давайте мы помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok